И я хотел бы исполнить сегодня одну песню. Целую неделю я хотел в таком, как бы, в навязчивом таком состоянии спеть именно эту песню. Получил письмо из Германии мой старший брат, который живет в Нюрнберге. Он написал мне какие-то, блин, такие свои пожелания, свои чувства. Интересно, я буквально два слова скажу о том слове, которое брат Антон сегодня говорил. Его Антона не было на разборе слова, библейский час у нас был в четверг. И мы говорили о том, что, здесь вы знаете, это очень серьезная такая тема. Очень много людей в мире, которые говорят сегодня, ну, когда спрашиваешь их о том, что, вот, вы знаете, как в Библии написано, что верующие на суд Божий не приходят, а неверующий уже осужден. И многие люди говорят сегодня, ну, меня-то за что судить? Ну, конечно, я в церковь не хожу, Библию не читаю, не молюсь, но я ничего плохого не сделал. И я не убивал, я не воровал, за что же меня там в ад сразу? Ну, наверное, я пойду, я верю в то, что я пойду в хорошее место. И я на этом библейском часе объяснял. Вы знаете, вот этим людям очень важно в любви задать два таких основных вопроса. Ну, ладно, хорошо, вы ничего плохого не сделали. Ну, вот вопрос, первый вопрос. А что хорошего вы сделали для Бога? Что делаете для Бога вы вообще? И вы знаете, я хочу сказать о том, что есть какие-то дела на первом этапе, когда мы еще только, может быть, ищем Бога, когда мы Его еще не нашли, которые необходимо сделать. Ну, то есть на первом этапе нужно, по крайней мере, встать, да, и пойти в церковь. Ну, то есть это тоже, ну, как Иисус говорит, если вы не призойдете праведности фарисейской, то не сможете войти в Царствие Божие. Что еще необходимо сделать? Нужно, по крайней мере, открыть Библию и начать ее читать. Что еще необходимо сделать на первом этапе? Ну, нужно начать, по крайней мере, молиться, поверить в то, что мы обратимся к Богу, и нам ответить. Но второй вопрос, он еще более важный. Это как раз-таки основание, фундамент нашей веры. Ты оправдиваешься о том, что ты плохого ничего не делаешь. Но все-таки в послании Якова мы можем прочитать то, что покажи мне твою веру, которая состоит из дел. Второй вопрос, он должен прозвучать. А что Бог делает в твоей жизни? Что ты позволяешь Богу сделать через тебя? Вот это основание нашей веры. Христианин – это тот, я хочу сказать о том, что не младенец, это тот, который уже действительно подрос. Младенец, ему хотя бы, да, первое время ходить в церковь регулярно, найти святых, духовных людей, с которыми наладить хорошее общение, погрузиться в это общение – это хорошие дела. Начать читать Библию, начать молиться, но это еще только начало. Зрелый возраст, да, когда, вот, если мы хотим возрасти, мы должны задать себе вопрос, такой вопрос о том, что Бог делает через меня, что Бог может делать в моей жизни, как я могу быть полезным Богу в том, чтобы просто позволить, чтобы была явлена Его слава, Его воля в моей жизни, не через кого-нибудь, через меня. Хороший вопрос. Вот тогда я могу сказать о том, что вот если я позволяю Богу что-то делать через меня, я оправдан не своими делами, делами Бога в моей жизни, и это я на самом деле не могу себе присвоить, потому что я глубоко понимаю о том, что это уже не я делаю, это делает Бог через меня. Вот такой у нас короткий диалог состоялся в четверг, и сегодня я слышу проповедь, да, говорю, ну, слава Богу, мы двигаемся в одном духе. Я хотел бы сегодня коротко поговорить о том, что мы как церковь не можем пройти одно событие, которое произошло на прошедшей неделе. Я думаю, кто-то уже догадался, о чем я буду говорить, да, это коротко, то есть это 9 мая или 8 мая, 8 и 9 мая они по всему миру объявлены, то есть в каких-то странах празднуют День Победы, в каких-то странах начали праздновать День Европы, и там какие-то вот, какие-то начались какие-то вот такие вот события о том, что кто-то демонстративно не празднует День Победы, кто-то демонстративно празднует День Победы. Я хотел бы сказать о том, что вот как нам, как христианам относиться вот к этому празднику, да, вот к этому событию. И вы знаете, вот перед 9 мая я получаю от своего родного брата такое послание. Он только идет к Богу, он задается какими-то вопросами, вот куда идут вот эти люди. Мы родились в Казахстане, хотя мы корейцы, но мы родились в Казахстане, для нас это тоже родина. И вот событие, когда началась война, в Акмолинске была сформирована 106-я дивизия. Это исторические события Второй мировой войны. И на 4091 казаха, то есть эта дивизия состояла на 90% из казахов, выдали 102 винтовки, на 4091 выдали всего лишь 102 винтовки, то есть можете себе представить, и 3500 сабель. Казахи продержали оборону две недели. И вот эту дивизию выставили, знаете, против кого? Ее выставили против фашистской танковой дивизии. Ну, довольно такой известный факт о том, что, ну, просто даже есть фильм, который, ну, показывает о том, что одна такая дивизия, которая была частично конная, частично пешей, она с саблями вышла на танки. Я хочу сказать о том, что была допущена преступная халатность члена военного совета Юго-Западного фронта Никиты Хрущева. Казахов, вооруженные только саблями, бросили против немецких танков. Чтобы выиграть время, и вы знаете, один полководец сказал, если отправить на передовую нехорошо подготовленных солдат, плохо вооруженных, это предать их на верную погибель. Это предательство. Я хочу сказать, вот брат задается таким вопросом, куда пошли вот эти души? Вот эти казахи, они знали, что они идут на верную смерть. саблями на танк. Можете понять, что ты можешь сделать с саблей против танка? Они понимали, что они все, все эти люди, 4091 человек, они все погибли. Конечно же погибли. А куда? Они знали, что они идут на верную смерть. Но они шли, почему они шли? И вот здесь надо смотреть на мотив сердца. Они шли, потому что они защищали свои дома, они защищали своих жен, они защищали, хотели защитить своих детей, насколько это было возможно. И вы знаете, они сдерживали оборону целых две недели. с саблями, с шашками против танков они сдерживали. Когда немцы, которые попали в плен, они рассказывали о тех событиях, то здесь также испоказаны пленного фашиста на допросе газета «Правда», 43-й год, 6-го февраля. Мы пошли в атаку, нам навстречу бросились смуглые бойцы. Они дрались с такой ярустью и отвагой, что мы не выдержали. Мы были поражены ужасом и отступили. Потом нам сказали, что дрались с нами казаки. Мы не знали, что существует на свете такой бесстрашный народ. И вы знаете, просто о чем я сегодня хотел бы просто еще рассказать, опять же, история одной песни. История одной песни, навязчивая идея всю неделю. История одной песни. В семье Газдановых из села Зуарикау в Северной Осетии. Вы знаете, у меня мой лучший друг Георгий Балаев, он осетин, он когда-то его отправили на войну в Афганистан. И мама его, она ректор нашего медицинского института, перед тем, как его отправили, а насунула ему православный крестик, оловянный православный крестик на вот такой веревочке. Возьми, пожалуйста. Он не верил в Бога, мама не верила в Бога, ну вот возьми, это сбережет тебя. И вот Георгий мне что рассказывал, когда он участвовал в военных действиях в Афганистане, он носил вот этот крестик. Я хочу сказать о том, что это была единственная для него какая-то зацепка или там может быть какой-то шаг в направлении Бога, и он мне рассказывает, что когда он один раз купался, где-то принимал душ, он этот крестик снял, потому что он был на веревочке, чтобы его не намочить, положил, а потом он где-то, ну, объявили тревогу, и он убежал без этого крестика. И ты, говорит, знаешь, что со мной случилось? В этом же бою я был очень тяжело ранен в руку. Я понял, что мне этот крестик нельзя снимать. И, говорит, я этот крестик одел, я больше его никогда не снимал. Говорит, посиди, его ношу. Я поэтому говорю о том, что я ничего не имею против православных католиков или других каких-то протестантских направлений. Очень важно, что в твоем сердце жила вера. И эта вера помогает. Вы знаете, вот эта война, Вторая мировая война, она очень такая, она какая-то, вот в какой-то степени настолько страшная, конечно, да, и мы можем долго рассуждать о ней. Я могу так сказать о том, что фашисты вышли, у них было на пряжках написано, что с нами Бог. Они вышли с какой-то такой бредовой идеей, которую им внушили там, Геббельс, Генрих, Геринг, Гитлер, о том, что они там якобы из каких-то тайных источников получили, что они высшая нация, арийская нация, что они призваны подчинить все другие нации. Одних уничтожить, там, например, евреев или цыган, а других просто поработить и использовать для своих целей. И вот они вышли с веры в то, что им Бог это вложил в сердца, они вышли с Богом. А против них восстала армия атеистов, да, ну, казалось, сегодня можно сказать, ну, это же коммунисты вышли, да, безбожники. Но я хочу сказать, из многих рассказов, что я знаю, вот эти атеисты, которые я хочу сказать действительно, что нету атеистов в падающем самолете и вот на передовой, когда ты точно знаешь, что тебя, возможно, убьют, через пять минут тебя могут убить. Нету атеистов. Вот эти коммунисты, коммуняки, да, атеисты, неверующие, они вот так вот начинали креститься перед Богом, они целовали свои крестики, и они шли в атаку с именем Бога. Это факты, рассказаны факты, которые я точно знаю. И смотрите, давайте мы прочитаем вот эту историю, как возникла одна песня. В Северной Осетии было семеро сыновей, один погиб в 1941 году под Москвой, это исторический факт, это реальная история, это реальная семья. Еще двое при обороне Севастополя в 1942 году, а третьей похоронки умерла мать. Следующие трое сыновей, Газданов попали в боях, пали в боях в Новороссийске, Киеве, Белоруссии. Сельский почтальон отказался нести похоронку на последнего седьмого сына, погибшего при взятии Берлина. И тогда старейшины села сами пошли в дом, где отец сидел на пороге с единственной внучкой на руках. Он увидел их, и сердце его разорвалось. В 1963 году в селе установили обелиск в виде скорбящей матери и семьи улетающих птиц. Памятник посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением от этой истории он написал стихотворение на своем родном языке по-аварски. К счастью, у этого стихотворения есть качественный перевод на русский. Его сделал Наум Гребнев, известный переводчик восточной поэзии. Он учился в ЛИД-институте с Гамзатовым после войны и дружил с ним. Этот перевод всем нам хорошо знаком. Мне кажется, порой, что солдаты. Эта песня называется «Журавли». Стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу, для которого война была глубоко личной темой. Думаю, что она тогда была для всех глубоко личной темой. Он обратился к Яну Фрэнкелью, попросил сочинить музыку для этой песни, но с музыкой у композитора дело пошло не сразу. Тут, чтобы снять пафос, нужно рассказать о некоторых курьезных моментах. Я только один приведу. Во-первых, на обелиске в память о братьях Газдановых в качестве птиц были установлены гуси. Расул Гамзатов длительное время пытался написать, но рифма не шла, и он попросил Министерство культуры Северной Осетии поменять слово гуси на журавли, что ему разрешили. В конечном итоге, в тексте, который Бернес подготовил для песни, была опущена познавательная лингвистическая строфа. Они летят, совершают свой длинный путь, выкликая чьи-то имена. Не потому, что с кличем журавлиным от века речь аварская сходна. Это опустили, как было открыто Фрэнкелю, чтобы смысл этой песни был более широким. И когда уже Фрэнкель написал музыку, то приехал, послушал Бернес, он очень заплакал, его эта песня, эта музыка очень коснулась. После этого работа пошла на запись и пошла быстрее. Бернес, Марк Бернес был болен раком легких. После того, как он услышал музыку, он стал всех торопить. По словам Фрэнкеля, Бернес чувствовал, что времени осталось мало и хотел поставить точку в своей жизни именно этой песне. Он уже с трудом передвигался, но тем не менее 8 июля 69 года сын отвез его в студию, где Бернес записал песню. С одного дубля, с первого дубля. Если вы послушаете эту песню в его исполнении, то много почувствуете в голосе и интонациях Бернеса. Эта запись действительно стала последней в его жизни. Бернес умер через один месяц, 16 августа. Через несколько лет после появления песни «Журавли» в местах боев 41-го по 45-е годов стали воздвигать стелы и памятники центральным образом, которых были летящие журавли. Вы знаете, просто сегодня я буквально просматривал новости какие-то и узнал о том, что в Сарафово, то есть тут совсем недалеко, собрали славяне, болгары, русские, для того, чтобы почтить память героев. И когда включили вот эту песню «Журавли», кто-то закричал «Посмотрите на небо». Это было 9 мая, то есть вот, это было несколько дней тому назад, когда все люди посмотрели на небо, там кружили, и как вы думаете, кто там кружил? Там кружили журавли. Потом они собрались в тройную стаю и улетели. Ну вот, как вот на этот знак вот смотреть? Вы знаете, я просто хочу открыть только одно место, как к этому относиться, нам, верующим. И это место написано в Евангелии от Иоанна 15 глава с 12 по 13 стихи слова Иисуса Христа нашего Господа. «Сияй, заповедь моя, долюбите друг друга, как я возлюбил вас». И 13 стих «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою, то есть умрет, погибнет, положит душу свою за своих друзей. Вы знаете, во что я верю? Я не могу это так точно утверждать, но я почему-то верю, что солдаты, люди, погибшие, отдавшие свои души за свою родину, за своих родных, за своих близких, они сразу идут на небеса. Вот у меня вот такая вера. Я не знаю, вы можете со мной согласиться или не согласитесь, но сегодня я бы хотел исполнить именно по этой причине такую песню, которая называется «Журавли». И в этой песне как бы приводится такой прообраз о том, что куда уходят погибшие солдаты. Я думаю, что здесь журавли, это как прообраз душ, драгоценных душ, которые положили свои души за свои семьи, за свои дома, за своих детей. Они знали, что они погибнут, они знали, что они могут погибнуть, но они шли на это сознательно. И я хочу сказать, что я сейчас не ставлю какую-то нацию, что вот такая нация только погибла и больше всего пострадала. Я приведу только такой факт. Во Второй мировой войне погибло всего более 70 миллионов человек. Только задумайтесь, задумайтесь, более 70 миллионов человек. Если почитать это вот примерно так, на 6-7 миллиардов всего населения Земли, то есть погиб каждый сотый человек. Я хочу сказать, это не мало. Каждый сотый человек погиб во Второй мировой войне. Я хочу сегодня почтить память тех героев, тех солдат, которые сознательно шли на смерть. Для чего они шли? Они шли для того, чтобы сейчас мы жили с вами в мире. Они погибали за тот мир, в который мы можем сегодня спокойно собираться, пить кофе, чай, общаться, ходить в церковь, молиться Богу. Они умерли для того, чтобы сохранить свои семьи, сохранить будущее для своих детей и внуков. Я хотел попросить мне помочь и Антона, и Марианну. Песня Расула Гамзатова, на стихи Расула Гамзатова, музыка Ян Френкеля. Журавли. Продолжение следует... Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Летит, летит по небу, клин усталый Летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток малый Быть может это место для меня Настанет день и шуравлиной стаей Я поплыву в такой же синей мгле Из-под небес по птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не вернувшихся полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Люблей Дорогой Господь, дай нам сегодня оценить то, что мы имеем. Сегодня мы живем в мире, и во многом это благодарит тем, кто погиб когда-то.